МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мина Сан Каничиуа. Не удивляйтесь, дамы и господа, мы ему приветствую по-японски. Ведь сегодня мы будем говорить о древнейшем в мире техническом анализе биржевых цен, о сигналах японских подсвечников. Самые первые в мире книги о проблемах рынка были написаны именно в Японии в 18 веке, легендарным королем рынков Мунахиси Хамар. Тогда в раздробленной Японии рис стал единственной твердой валютой, и рисовые биржи были фактически финансовыми рынками островов, а обращавшиеся на них рисовые купоны – первыми в мире фьючерсами. Мунахиси Хама, разработав уникальную методику прогнозирования биржевых цен, стал одним из богатейших людей Японии. Говорят, что ему удалось провести более ста успешных сделок подряд. Самые успешные современные трейдеры могут только мечтать о подобном. Его авторитет был настолько велик, что в народе сложили о нем песни, а песни слагают о велике. Недаром в Японии говорят, изучая прошлое, мы познаем настоящее. Хамма сделал большее. Изучая прошлое, он научился познавать будущее. И оставил свой опыт потомкам, вам, дамы и господа. Остается только быть внимательными учениками. Пожалуйста. Торговые принципы, применявшиеся этим коммерческим гением, отразились в графиках биржевых цен. Эти графики – древнейшая система технического анализа. И составлялись они из японских подсвечников или свечей. Мы уже говорили о них. Именно изучая комбинации разных свечей, больших и малых, черных и белых, три столетия назад японцы изобрели свой метод анализа цен. Со старым человеком обращайся как с отцом. Эту древнюю японскую поговорку можно полностью отнести к техническому анализу. На Западе первом эту истину понял американский аналитик Стив Нисон. Узнав о существовании древней японской школы исследований биржевых цен, он буквально в одиночку совершил свечную революцию в Западном анализе. Годы исследований потребовались Нисону, чтобы собрать буквально по крупицам необходимую информацию. Но воля и сквозь скалу пройдет. И после выхода в свет первых его статей о свечах в 1985 году, этот метод стал стремительно завоевывать мир. Сегодня все ведущие информационные агентства обязательно дают представление о биржевых ценах и в виде японских посвечников. Все больше и больше трейдеров и аналитиков используют свечной анализ в своей работе. И начиная свой рассказ, я напомню вам, как строятся свечи. Расстояние между ценами Close Price и Open Price изображается в виде прямоугольника, а точки High Price и Low Price соединяются с ним вертикальными линиями. Прямоугольник называется телом свечи, а вертикальные черточки – тенями свечи. Тело свечи может менять свой цвет. Если Close больше Open, как в нашем случае, цвет свечи белый, и она называется растущий. Если же Close меньше Open, то тело свечи окрашивается в черный цвет, и свеча называется падающей. Таким образом, свечи, обладая свойством изменения своего цвета, куда более наглядны и информативны, чем бары. Глядя на эти графики, становится понятным происхождение названия свечи. Отдельные линии на этих графиках действительно похожи на свечи, старчащими из них концами фитиля. Если у свечи отсутствует верхняя тень, говорят, что у нее срезана вершина. Такую вершину называют Мурубоцу – лысая. Наконец, свечи гораздо увлекательнее, чем скучные бары. Чего стоят только одни названия моделей? Утренняя звезда или вечерняя звезда. Три реки. Или три Будды. Белые солдаты. Черные вороны. И множество других не менее увлекательных персонажей. В каждом названии отражен кусочек истории древней Японии, ее культуры и развития на протяжении веков. И мы уже говорили о том, что та же история поставила любопытный эксперимент. Были получены разные отображения биржевой цены, бар и свеча. В разных частях света и в разное время. Но построены они на основе одних и тех же четырех главных цен. High, low, open и close. Максимальная цена, минимальная цена, цена открытия и цена закрытия. Исторические аналогии разных школ технического анализа не заканчиваются на этом. Мы еще встретимся с ними, рассматривая различные сложные и не очень комбинации японских свечей. При изучении японских свечей, должен предупредить вас, уважаемые дамы и господа, нам часто будут встречаться такие понятия, как большая и маленькая свеча. Как же отличить их? Маленькая по сравнению с чем? Ответить на этот вопрос можно, наверное, только сравнивая свечи между собой. Как? Не будем пытаться передвинуть гору Фудзи. Мы уже изучали с вами понятие простые скользящие средние. И я предложу вам очень простой способ их применения для выяснения ответа на этот вопрос. Если мы построим простую скользящую среднюю от величины свечей, high минус low, за достаточно большой период, и будем сравнивать размер каждой свечи именно с этой средней, то можем сделать определенные выводы. Если рассматривать дневные свечи, то период усреднения может быть месяц или квартал. Вот и снова естественные циклы. Посмотрим, как это выглядит. Если свеча почти равна средней величине или больше ее, то будем называть ее большой. А если свечка почти в два раза меньше среднего значения, то маленькой. Еще 10 лет назад вам пришлось бы считать эти величины вручную или в специальных электронных таблицах. А сейчас вы легко можете сделать подобную операцию в нашей программе РУМУС. Такой же прием можно применить и для недельных, или месячных свечей. Только подберите достаточный период усреднения. А где же часы, спросите вы? Резонно. Так вот, к часовым свечкам нельзя применить подобный прием из-за неравномерной активности торгов внутри дня на рынке Форекс. Но главные особенности – форма свечей и их комбинации, конечно, присутствуют и здесь. Очень большое значение имеет время суток и на какой валютной паре вы работаете. Такую эффективную торговую систему для часовых масштабов, учитывающую сигналы японских подсвечников, создал господин Сафин. Называется она «5 баллов за успех». Добро пожаловать, господа. В техническом анализе с помощью свечей очень большое внимание уделяется соотношению цен открытия и закрытия. И не случайно. Именно они соответствуют двум самым эмоциональным точкам торгового дня. Японская пословица гласит «По рассветному часу весь день равняется». Так и цена открытия дает нам представление о возможном направлении движения цен. Торговлю на рынке очень часто сравнивают с битвой. Так, начало торгов дает первые сводки с поля боя и позволяет оценить предварительную расстановку сил. Как мы увидим далее, японские трейдеры часто используют военные термины. Цена закрытия является другой ключевой ценовой точкой. На Западе именно этой цене придают наибольшее значение. Где-нибудь на бирже в Нью-Йорке часто можно услышать «Открывают дилетанты, закрывают профессионалы». Это сказано про биржевую сессию. И довольно метко. Новички сразу бросаются в рынок, профессионалы же, наоборот, выжидают подходящего момента. Все очень просто. Цена закрытия также является ключевой. Например, для подтверждения истинности прорыва в важной точке ценового графика. На рынке Форекс начало и конец сессии условны. Рынок работает круглосуточно. Вы это уже знаете. По мере вращения нашей голубой планеты торговые сессии накладываются одна на другую. И тут уж не разберешься, где начало, а где конец. У кого-то еще не остыл утренний чай, а кто-то уже мечтает поскорее добраться до подушки. Поэтому мы придаем значение всем четырем главным ценам. Более того, о размере и цвете свечей мы можем сказать точно только после окончания часа, дня или недели. Всегда помните об этом. Изучение японских свечей мы начнем с очень необычных. Они называются дожи, неумело сделанные. Почему неумело? У них нет тела. Оно превратилось в горизонтальную линию. Дожи появляются, когда у какого-то торгового дня цены открытия и закрытия равны. Это всегда можно представить как равенство сил в вечном сражении быков и медведей. По крайней мере, за прошедший день. Мы закончили там же, где иначе. Но рассмотрим процесс формирования подсвечников повнимательнее. Пусть день начался с роста. Такая растущая свеча называется мурубоцу. Стриженная, лысая. У нее нет теней. Кажется, быки уже одержали победу. Но вот медведи перешли в контратаку, и наша свеча изменилась, почернела. И перед нами уже падающая звезда, перевернутый молот, или, если хотите, перевернутый эскимо. Но и медвежья контратака оказалась отбитой. А цена остановилась напротив самой первой цены дня. В итоге мы получили длинноногого дожи, или рикшу. Для опытных трейдеров это всегда сигнал о внезапной опасности, неопределенности. Сигнал о закрытии позиций. Он особенно силен на вершине и на дне рынка. У рикши перекладины всегда близко к середине. И свеча должна быть большой. Но все-таки рикша неопределенность. Можем развернуться, остановиться, а можем и нет. А если на вершине рынка появится половина рикши? Может быть, только размером побольше? Дневное сражение тоже закончилось ничью. Но была отбита только атака быков, которые и так уже побеждали несколько дней подряд. Такой дожи называется надгробный камень. Он сторонит надежды на будущее и прибыли биржевых спекулянтов. Вы ведь помните, раньше они могли только покупать дешево и продавать дорого. Появился сильный сигнал остановки роста. Отсюда и название. На дне рынка мы можем встретить перевернутый надгробный камень. Он называется дракон. На востоке этот символ не змей-горыныч, а напротив символ богатства. Может, зря говорят не в деньгах счастья? Ведь еще дракон умеет взлетать. Как цены? Взлетать красиво и уверенно. Многократно сила сигнала возрастает, если подобные дожи возникают у сильных уровней поддержки или линий канала, уровней сопротивления или мини-тренда. Но как выносливость лошади познается в пути нрав рынка с течением времени? Прежде чем вступить в рынок, неплохо бы дождаться подтверждения. Что это такое? Это когда атака белых солдат поддержит ваши намерения. Время важнейший аргумент в биржевых сражениях. Чем больше период к формированию дожи, тем больше можно ему доверять. Ничего подобного мы еще не рассматривали прежде. Всего одна свеча может предсказать будущее на несколько дней, а возможно и недель вперед. Мы всю жизнь стремимся к совершенству, к идеалу. Но чаще всего он недостижим. Цена закрытия равна цене открытия. Очень легко сказать, гораздо труднее увидеть. В реальной биржевой торговле мы не вправе требовать абсолютного равенства. Чтобы получить максимально достоверную информацию, скрытую в биржевых графиках, мы вынуждены делать минимальные допущения. Если хотите, отступление от идеала. Пусть величина тела свечи составляет 10% от всей ее высоты. Вот так. Или вот так. А может быть и так. При достаточно большой высоте нашего подсвечника вполне допустимо считать цены открытия и закрытия равными. В этом случае нас не должен интересовать и цвет тела. Он теперь в общем-то случайно. А вот все выводы, которые мы делали для идеальных дожи, остаются в силе, хотя дожи и стали немного отличаться от идеала. Мы рассмотрели только первый тип предвестников разворота дожи под названием рикша, дракон и надгробный камень. Но это не единственный тип дожи, который поможет нам в пути. Чуть позже мы узнаем и о других обычных дожи. Многие поколения трейдеров занимаются поиском сигналов, которые указали бы им на предстоящие изменения направления тренда. Такие сигналы называются моделями разворота. Услышав такое название, можно подумать, что старая тенденция резко заканчивается и сразу же возникает новая, противоположно направленная ценовая тенденция. Нет-нет, такое поведение цены наблюдается довольно редко. Вот и стоят трейдеры на распутье, кто бы подсказал, кто осветил бы путь к вершинам успеха. Не лишне вам напомнить, что настоящий разворот тенденции обычно происходит поэтапно, по мере того, как постепенно меняется психологический настрой рынка. О чем же сигнализирует предвестник разворота? О том, что существует вероятность изменения направления тенденции, и это направление не обязательно должно быть противоположным. Давайте посмотрим. Перед нами примеры возможного развития событий после появления сигнала разворота на вершине. Например, после завершения восходящей тенденции цены могут некоторое время двигаться в горизонтальном направлении, а вот затем может начаться противоположная тенденция. Здесь мы видим, как после боковой тенденции возобновляется прежняя восходящая тенденция, а здесь восходящая тенденция резко переходит в нисходящую. Японцы говорят, не поймаешь сразу овода и пчелы. Если мы после появления разворотного сигнала не можем сразу сказать, как и куда изменится тенденция, то воспользуемся единственной достоверной и наиболее вероятной информацией. Тенденция изменится и зафиксируем свою прибыль. Какие еще дожи, кроме уже рассмотренных, могут дать нам такой совет? Если перекладина дожи находится близко к вершине большой свечи, в ее верхней третьей, а сама свеча появилась на дне рынка, мы получили сильный сигнал о вероятной остановке медвежьей тенденции. Если же перекладина большой свечи находится в ее нижней трети, а сама свеча появилась на вершине рынка, мы получили сильный сигнал о вероятной остановке бычьей тенденции. Как же все просто! Главная заповедь трейдера гласит, что открывать новые позиции по сигналу разворота следует только в том случае, если этот сигнал согласуется с направлением основной тенденции? Предположим, например, что на бычьем рынке образуется модель разворота на вершине. Поскольку основная тенденция все еще является восходящей, открывать короткие позиции на основании этого медвежьего сигнала я бы лично не рекомендовал. А длинные позиции в данной ситуации мы уже закрыли. А вот тот же самый сигнал на медвежьем рынке стал бы достаточным основанием для открытия коротких позиций. Особенно, если вершина дожи уперлась в уровень сопротивления или трендовую линию. Мы уделили так много внимания понятию моделей разворота потому, что большинство сигналов свечей относятся именно к этому типу. И теперь обратимся к группе индикаторов разворота молоту и повешенному. Эти модели, состоящие из отдельных свечей, являются отличным сигналом о начале или окончании тенденции или тренда, если хотите. Что мы видим на графике? Ясно, что свечи, но какие? У них длинные нижние тени и маленькие тела, которые находятся в верхней третьей диапазона цены. Удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть и бычьими, и медвежьими, то есть как белого, так и черного цвета. Их появление при нисходящей тенденции сигнал того, что ей эта тенденция жить осталась недолго. При таком развитии событий свеча называется молотом. Если подобная свеча появляется после подъема цены, это говорит о его возможном завершении. Но кто предупрежден, тот вооружен. На этом возвышении свеча имеет зловещее название повешенного. Испугались? И правильно. Модель с таким названием явно ничего хорошего не сулит. Для существующей тенденции, конечно. И молот, и повешенного можно опознать по трем основным признакам. Первое. Тело находится в верхней части ценового диапазона. Второе. Нижняя тень два раза длиннее тела. Следовательно, тело находится в верхней третьей свечи. Третье. У свечи нет верхней тени. Вершина лысая. Или тень очень короткая. Удивительно, как похожи эти условия на описание только что рассмотренных дожек. Единственное отличие. У свечей появились тела. Хоть и небольшие, но все таки. Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень, и чем меньше тела, тем выше потенциал бычьего молота. Или медвежьего повешенного. Хотя их тела могут быть и белыми, и черными. Белое тело молота означает, что в течение периода цены стремительно падали. Но затем началось контрнаступление и цена закрытия приблизилась к максимальной цене. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Черное же тело повешенное говорит о том, что цена закрытия не может вернуться к уровню цены открытия. А длинная нижняя тень, а появление нервозности быков все вместе это несомненный признак увеличения медвежьей силы. В случае появления несчастного повешенного особенно важно дождаться подтверждающего медвежьего сигнала. Логика событий в этом случае такова. Рынок полон бычьей энергии. Затем выявляется тот, от вида которого вас слегка передергивает. То есть висельник свеча открывается на уровне максимальной цены или вблизи нее. Затем цена резко падает, а потом снова повышается и закрывается на уровне максимума или вблизи него. По такому движению цены еще нельзя заключить, что повешенный сигнал разворота на вершине. Тем не менее, столь значительное колебание цены говорит о том, что существуют предпосылки для скорого перелома в динамике рынка. Если следующая ниже тела повешенного, те, кто купил по цене открытия или закрытия при появлении повешенного, сами окажутся подвешенными, да еще и проигрышной позиции, если не воспользовались предупреждением. Таким образом, основной принцип, который следует помнить в случае появления повешенного, гласит, чем больше ценовой разрыв вниз между телом повешенного и ценой открытия следующей свечи, тем больше вероятность того, что повешенный образует вершину, хотя разрывы больше характерны для товарных и фондовых рынков. Другим подтверждением медвежьего характера модели может быть свеча черного цвета, цена закрытия которой ниже цены закрытия в день появления повешенного, а максимум ниже предыдущего. А иногда, сразу после виртуальной казни, вы можете увидеть на графике надгробный камень. Но чем не триллер? Нет, дамы и господа, это всего лишь похороны предыдущей конденции. А если после сигнала висенника появится белая свеча, независимо ни от чего, она отменяет сигнал разворота. И здесь нужно ждать других сигналов для входа в рынок. И вполне возможно в том же направлении. Для молота точно так же лучше всего дождаться подтверждение начала разворота вверх. Это должна быть белая свеча. Если же после молота вы увидите черную свечу, то ручка молота, точнее ее конец. А это лоу сигнальные свечи показывает, куда цена скорее всего придет. И снова ждем новых сигналов. Они обязательно будут. Ну вот, теперь вы еще раз убедились в том, что методика японских свечей, как впрочем и другие методы графического анализа подчиняется определенным закономерностям, но не строгим правилам. Длина нижней тени не обязательно должна быть больше тела в два раза, чтобы эта свеча считалась сигналом разворота. Но чем длиннее нижняя тень, тем модель совершеннее. следующая модель предупреждает о возможном окончании роста цен. Ее внешний вид вполне соответствует романтичному названию падающая звезда. Эта свеча не относится к числу важнейших сигналов разворота. Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней трети ценового диапазона свечи, а верхняя тень длинная. Цвет тела падающей звезды не имеет значения. Звезда наглядно показывает нам, что торговая сессия открылась вблизи дневного минимума, затем цена стремительно взмыла вверх и снова упала, так что цена закрытия приблизилась к цене открытия. Так, наверное, и падают звезды в нашей вселенной, а те, кому посчастливилось наблюдать за этим процессом, торопятся загадать желание. Ну что ж, попробуйте, но только помните, падающая звезда обязательно требует подтверждающего сигнала. Тело идеальной падающей звезды образует разрыв относительно тела предыдущей свечи, но это порой не обязательно, тем более на рынке Форекс, где разрывы появляются не так часто. Здесь, пожалуй, стоит снова вспомнить о возрастании значимости разворотных сигналов с увеличением времени их формирования. И если мы встретили недельную или месячную свечу в виде падающей звезды, тем больше у нас оснований доверять такому сигналу. Это прощание с предыдущей тенденцией, а подтверждение этому можно поискать на более низких временных масштабах. К завершению формирования нашей недельной звездочки на дневных свечах тоже мог уже сформироваться разворотный сигнал, хотя бы и с другим названием. Падающей звезде следует уделять повышенное внимание и в том случае, если она появилась после ряда больших и агрессивных белых свечей, то есть на вершине краткосрочной тенденции. А рекомендация в таком случае прежняя зафиксируйте прибыль. Ведь не растут деревья до небес, а все что цветет неизбежно увянет. Свеча в форме падающей звезды, появившейся после ценового спада, может быть и бычьим сигналом. Только тогда она будет называться не падающая звезда, а перевернутый молот. Более того, перевернутый молот не является падающей звездой, хотя и очень ее напоминает. У него такое же маленькое тело, расположенное в нижней третьей диапазона свечи. Однако, в отличие от падающей звезды, перевернутый молот указывает на возможный разворот в основании. Как и обычный молот, перевернутый молот является бычьим сигналом, если он появляется после нисходящей тенденции. Хотите убедиться? Не вопрос. Просто дождитесь подтверждающего сигнала во время следующей торговой сессии. Например, подтверждением может быть ситуация, когда цена открытия на следующий день оказывается выше тела перевернутого молота. Чем больше ценовой разрыв, тем ярче выражен подтверждающий сигнал. Белая свеча с более высоким уровнем цены также может подтвердить бычью тенденцию. А совокупный графический анализ индикаторов уровней поддержки и сопротивления только укрепит вас в своих предположениях. Мы рассмотрели несколько свечей, которые только своей формой могут дать сигнал о развороте. Несмотря на разные названия, они обладают рядом общих чарт. Прежде всего, это большие свечи. И все они обладают длинными тенями. Свеча с маленьким телом и длинными тенями называется высокой волной. Японские аналитики говорят о свечах с очень длинными тенями, что они сбились с пути. Группа высоких волн является сильным сигналом разворота тенденции. Вот как эта группа может выглядеть. Тени опираются на уровень поддержки, который цена никак не может пробить и стремительно отскакивает от него. И такие сбившиеся с пути свечи вполне могут указать его нам. Молот и повешенный представляют собой отдельные свечи, посылающие важные сигналы о состоянии здоровья рынка. Однако большинство сигналов, возникающих на графиках японских свечей основывается не на единичных свечах, а на их комбинации. Одной из таких комбинаций свечей является модель поглощения. Она относится к числу важнейших сигналов разворота и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами. Поглощение тоже основывается на трех правилах. Первое. На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция, пусть даже краткосрочная. Модель поглощения образуется двумя свечами, причем второе тело должно поглотить первое. Тени могут и не поглощаться. Третье. Второе тело должно быть контрастно по цвету. Исключение из этого правила бывает лишь в том случае, когда тело первой свечи в модели поглощения настолько мало, что эта свеча сравнима с дожей или является дожей. Таким образом, если после продолжительной нисходящей тенденции черное тело свечи поглощается очень большим белым телом, это может служить сигналом разворота в основании. А поглощение белого тела при восходящей тенденции очень большим черным телом можно считать моделью разворота на вершине. В западном техническом анализе аналогом модели поглощения является день перелома, день, когда во время восходящей или нисходящей тенденции фиксируется новый максимум, а цена закрытия оказывается ниже минимальной цены предшествующий день. Однако модель поглощения способна порождать сигналы и в том случае, когда день перелома и не появился. Это может дать крейдеру, использующему свечи, некоторые преимущества. Вероятность смены тенденции после появления модели поглощения усиливается, если первая свеча модели имеет очень маленькое тело, а вторая очень длинная. Это говорит о том, что предшествующая тенденция ослабевает, а новая набирает силу. Или модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции. В первом случае все потенциальные покупатели скорее всего уже заняли длинные позиции и вряд ли следует ждать большого числа новых покупок, необходимых для движения рынка вверх. Быстрое же понижение цен взрывает рынок и заставляет трейдеров реализовывать прибыль, закрывая позиции. Также, если второй свече модели поглощения соответствует большой объем торговли, это тоже может быть свидетельством излета тенденции. И, наконец, если вторая свеча модели поглощает несколько тел. Следующая модель разворота получила название «Завеса из темных облаков». Это комбинация из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции или у верхней границы торгового коридора. Эта модель является сигналом разворота на вершине. Смотрите, первая свеча имеет сильное белое тело. Цена открытия следующей свечи превышает максимум предшествующей свечи, то есть находится выше верхней тени первой свечи. Однако, цена закрытия второй свечи приближается к своему минимуму и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия второй свечи, то есть чем большая часть белого тела закрыта черным телом второй свечи, тем больше вероятность образования вершины. Некоторые аналитики считают, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более половины длины белого тела. Если же она не достигает этой отметки, следует подождать дальнейших сигналов, подтверждающих вероятность медвежьей тенденции. Смысл названия этой модели легко объяснить. Если раньше биржевые торговцы могли извлекать прибыль только из роста цены, то появление признаков ее падения легко сравнить с надвигающейся грозой, которая унесет все радужные надежды на скорое обогащение. Значимость завеса из темных облаков усиливают следующие факторы. Первое. Чем ближе цена закрытия черной свечи к цене открытия предшествующей белой свечи, чем большая часть белого тела закрыта черным, тем выше вероятность образования вершины. Второе. Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным белым телом, цена открытия которой равна дневному минимуму, то есть без нижней тени, а цена закрытия дневному максимуму, то есть без верхней тени. А на следующий день появляется свеча с длинным черным телом, открывающаяся на максимуме и закрывающаяся на минимуме. То говорят, что наступил черный день со срезанной вершиной и срезанным основанием. Третье. Если вторая свеча завесы из темных облаков, то есть свеча с черным телом, открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает, это служит доказательством того, что быки не могут контролировать рынок, не смогли развить свое наступление, прорыв уровня и были отброшены в глубину собственной обороны. Если модель завеса из темных облаков, сигнал разворота на вершине, то ее противоположность, сигнал разворота в основании, называется очень логично. Просвет в облаках. Просвет в облаках состоит из двух свечей и появляется на падающем рынке. У первой свечи черное тело, а у второй длинное белое. Белая свеча открывается ниже ценового минимума предшествующей черной свечи. Затем цена повышается, образуя относительно длинное белое тело, которое закрывается выше середины тела черной свечи. Белое тело только частично закрывает предшествующее черное тело, и чем больше его часть оказывается закрытой, тем больше вероятность разворота в основании. Но если появляются длинные черные свеча с ценой закрытия ниже минимумов, установленных бычьей моделью поглощения или просветом в облаках, тогда возможно дальнейшее понижение цены. У просвета в облаках своя психология. На рынке господствует нисходящая тенденция. Появление ряда медвежьих черных свечей подтверждает ее силу. Цена открытия следующей свечи образует разрыв вниз и открывается ниже предшествующей минимальной цены. Именно он порой воодушевляет медведя на усиление коротких позиций. Но потом цены начинают расти, и к концу торгового дня цена закрытия не только сравнивается с ценой закрытия предшествующего дня, но и значительно превышает ее. Так называемое усиление позиций привело к сверхпотерям, ведь продажа была произведена на абсолютном минимуме. Теперь медведи вынуждены срочно фиксировать убытки, чтобы спасти хоть какую-то прибыль от ранее открытых позиций, то есть покупать. Значимость модели просвет в облаках определяется теми же факторами, что и модели завесы из темных облаков. Только, как вы уже догадались, в зеркальном отражении. Мы уже говорили о больших свечах и о свечах с маленьким телом. А если свеча меньше среднего, вспомните наше определение, и тело у нее маленькое, а верхние и нижние тени примерно равны. Такую свечку называют волчок, как детскую игрушку. Продолжая рассказ о разворотных комбинациях, мы не ошибемся, если предположим, что у модели поглощения тоже найдется своя противоположность. Знакомьтесь, модель харами – свеча с маленьким телом, который находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. Харами – древнее японское слово, что означает «беременная». Взглянув на эту модель, все сразу становится ясным. Ну, конечно, длинная свеча – это мать, а маленькая свеча – ребенок. Причем расположена не так, что ребенок находится как раз в том месте, где ему и положено быть. Но это уже из другой области знаний, а потому вернемся к нашей модели. Мы только что говорили о волчках и знаем, что они являются важной составной частью некоторых моделей. Одной из них и является харами. Классическая модель харами состоит из двух свечей. За свечой с длинным телом следует свеча с меньшим телом. Но строгих правил относительно того, что считать маленьким телом, не существует. В данном случае все зависит от вашего субъективного восприятия. Но стоит придерживаться общего принципа, который гласит, чем меньше второе тело, тем большую значимость имеет сама модель. Что ж, по-моему все ясно. Меньшее по размеру тело свечи убедительнее демонстрирует возникшую противоречивую ситуацию на рынке, в результате которой может измениться тенденция. В экстремальных случаях, когда расхождение между ценой закрытия и ценой открытия сводится к минимуму, а тело соответственно уменьшается, образуется дождь. По сравнению с уже рассмотренными разворотными моделями, харами не является столь значимым сигналом разворота, как остальные. Харами обычно приостанавливает предшествующую ей тенденцию и выдерживает паузу. Но нередко харами с присущей ей интуицией может предупредить нас о рождении новой тенденции. Рассказывая о харами, мы упомянули о том, что волчок может ненароком превратиться в дождь. Это особая разновидность харами, которая называется крест харами. Его относят к числу значимых сигналов разворота вследствие того, что он содержит всесильного дождя. Крест харами иногда называют моделью, приводящей в ужас. Если трейдер, имеющий длинную позицию, игнорирует крест харами, появившийся после свечи с очень длинным белым телом, то он сильно рискует. Кресты харами могут образовываться и в основании, но на фондовых и фьючерсных рынках они более эффективны на вершине. Переходя к более сложным комбинациям, вспомним кое-что из астрономии. Есть такая планета, Меркурий, которая своим сиянием предвещает восход солнца. По аналогии с этим красивым явлением, в японском техническом анализе возникла модель с названием «Утренняя звезда». Она является моделью разворота в основании. И само небо посылает нам сигнал о возможном повышении цен. Эта модель словно предвещает новый день, который может принести нам удачу. А состоит она из свечи с длинным черным телом, в основании которой расположен маленький волчок. Вместе эти две свечи составляют простейшую модель – звезда. Затем возникает белая свеча, тело которой перекрывает значительную часть черного тела первой свечи. Чтобы понять логику происходящего, попытаемся разложить модель из трех свечей на отдельные компоненты. Когда мы видим свечу с черным телом, это означает то, что цена падает и атакуют медведи. Потом возникает свеча с маленьким телом и наступает момент неустойчивого равновесия. Силу появившейся маленькой звездочки может подтвердить и неожиданный всплеск объема. Появление сильного белого тела на следующий день доказывает, что быки пошли в контратаку. В идеальном варианте модель утренняя звезда содержит ценовые разрывы до и после тела средней свечи. На самом деле второй разрыв наблюдается довольно редко, но, как показывает практика, его отсутствие вовсе не уменьшает значимости этой модели. Существует один интересный метод сложения свечей – метод Морриса. Допустим, из трех элементов утренней звезды мы попробуем построить одну свечу. У первой свечи мы возьмем цену открытия, у последней цену закрытия, а от всех трех – самую большую и самую маленькую цены. В итоге получим дракона или молот с очень маленьким телом, то есть сильные разворотные сигналы. Воистину близ умного и дети не учась читают. У утренней звезды есть свой двойник. Причем, как вы понимаете, на вершине рынка. Это вечерняя звезда. Посмотрим, что там говорят астрономы. На небосклоне вечерняя звезда. Это планета Венера. Она появляется перед наступлением темноты. Так и возникло название для этой модели, которая сигнализирует нам о развороте на вершине. Поэтому она становится сигналом к действию, только если появляется после восходящей тенденции. Вечерняя звезда состоит из трех свечей. Первые две свечи – это длинное белое тело, за которым следует звезда. Третья свеча подтверждает образование вершины и завершает всю модель. Третья свеча имеет черное тело, перекрывающее значительную часть белого тела первой свечи. Вечернюю звезду можно сравнить со светофором, приключающимся с зеленого сигнала, бычье белое тело, на желтый, предупреждающий сигнал в виде звезды, а затем на красный. Черное тело подтверждает окончание предшествующей тенденции. Главным критерием силы модели является степень проникновения черного тела третьей свечи в белое тело первой свечи. Хотя вечерняя звезда играет особенно важную роль в конце восходящей тенденции, она может быть значимой и при появлении верхней части торговых кридоров. Перечислим факторы, повышающие вероятность того, что утренние или вечерние звезды могут стать сигналом разворота. Первое – наличие разрывов между телами первой свечи и звезды, а также между телами звезды и третьей свечи. Второе – тело третьей свечи перекрывает значительную часть тела первой свечи. Третье – небольшой объем торговли во время первой торговой сессии первой свечи и большой объем во время третьей торговой сессии. Это свидетельствует об уменьшении потенциала предшествующей тенденции и росте потенциала новой тенденции. Полные названия вечерний и утренний звезд на японском языке звучат как вечерняя звезда трех рек и утренняя звезда трех рек. Доже, конечно, тоже может быть звездой. Для этого ему надо образовать разрыв вверх с телом предшествующей свечи при восходящей тенденции или упасть с разрывом ниже тела предшествующей свечи при нисходящей тенденции. Звезды дожи являются предвестниками того, что тенденция меняет свое направление. Черная свеча после дожи должна подтвердить сигнал разворота. Если подтверждением разворота на вершине при восходящей тенденции является звезда дожи, за которой следует длинное черное тело, перекрывающее значительную часть белого тела, то такую модель называют вечерняя звезда дожи. Она представляет собой особый случай обычной вечерней звезды, поскольку содержит в себе магического дожи. При восходящей тенденции звезда дожи часто служит признаком приближения вершины. Важно отметить следующее. Если сразу после звезды дожи появляется белая свеча, образующая ценовой разрыв вверх, дожа перестает быть медвежьим сигналом. На дне рынка происходит то же самое, только в зеркальном отражении. Если при восходящей тенденции звезда дожи образует ценовой разрыв вверх, то есть тени свечей никак не пересекаются, а за ней с ценовым разрывом вниз следует черная свеча, тени также не пересекаются, то такая звезда становится одним из сильнейших сигналов разворота на вершине. Правда, ее название очень печально. Брошенный младенец на вершине стоит там в себе одиноко, и все его бросили. Утешает только одно. Такая модель встречается крайне редко. То же самое справедливо, но в зеркальном отражении для нисходящей тенденции. Эта модель тоже брошенный младенец, только уже в основании, и она также встречается чрезвычайно редко. Модель брошенный младенец подобна западным островным вершинам или основаниям, в которых роль островной свечи играет дожи. На валютном рынке таких младенцев мы можем увидеть только на достаточно больших временных масштабах. А на фондовом они могут появиться даже на часовых свечках. Такая комбинация свечей называется пинцет. Две или более рядом стоящие свечи с одинаковыми вершинами, если модель появилась наверху рынка, или минимумами на дне рынка. Посмотрите, принципиальное отличие пинцета от других моделей – это подтверждение предыдущих максимумов или минимумов. Пинцеты обычно образуются тенями свечей. Свечи и их комбинации могут быть самые различные, например, дожи. Пинцеты могут образовываться и телами свечей. Пинцеты, как правило, не являются сильными сигналами разворота, но их значимость возрастает, если они появляются после продолжительной тенденции. На дневных графиках и тем более графиках меньшего периода лучше дождаться подтверждения сигнала. Пинцеты возникают вблизи значимых уровней поддержки или сопротивления. И это важное свойство, которое нужно использовать. Наиболее интересной моделью представляется пинцет, образованный двумя дожи с длинными тенями или другими свечами, но тоже с длинными тенями. Действительно, очень похоже на ножки пинцета. На восходящем рынке это могут быть и падающие звезды или дожи. Рынок открывается вблизи минимальной цены дня, затем поднимается до ценового максимума предшествующей свечи, а затем вновь опускается до цены открытия свечи. Чем длиннее тени сверху, тем сильнее сигнал. На нисходящем рынке хвост дракона, любые дожи или молоты, тени при этом снизу. Другая разновидность пинцета. Посмотрите, здесь между двумя свечами, образующими пинцет, мы видим несколько других свечей, не входящих в эту модель. Ножки пинцета как бы раздвинуты. Это еще один усиливающий признак. Есть еще одна интересная разновидность пинцета, когда ножки пинцета развинуты совсем далеко. Чаще всего вы такое можете увидеть при формировании кратных вершин или оснований. Например, двойное дно внизу рынка или двойная вершина вверху рынка. Ну а дальше вы все уже знаете. Точное подтверждение ценой предыдущего максимума или минимума – это уже синтез свечного и графического анализа. Вспоминайте графический анализ и разворотные фигуры. Мы рассмотрели далеко не все варианты модели пинцет, возникающие на вершине и на дне рынка. Однако приведенные примеры дают наглядное представление о том, что в сочетании с другими сигналами свечей эта графическая модель превращается в мощный инструмент прогнозирования поведения цен. Для тех, кого интересует более долгосрочная перспектива, вершины и основания пинцет на недельных и месячных графиках, образованных друг за другом, могут служить важными сигналами разворота. При этом, кстати, не обязательно, чтобы они подтверждались другими сигналами свечей. Например, на недельных и месячных графиках успешная проверка данной свечой ценового минимума предыдущей свечи может быть достаточным основанием для последующего повышения рынка. И гораздо менее значимым и надежным сигналом разворота вверх является сегодняшняя успешная проверка ценового минимума, зафиксированного вчера на дневном графике. Вот так. Помните, мы говорили, что есть такая модель «Три реки»? Так вот, она относится к группе моделей вершин и оснований, для формирования которых требуется более длительное время. В японском графическом анализе, так же, как и в западном, выделяется тройная вершина, называемая «Вершина Три горы». Она считается важной моделью разворота на вершине. Вершина Три горы образуется тогда, когда цена три раза отталкивается от определенного максимума или делает три попытки достичь нового максимума. Вершина последней горы должна получить подтверждение в виде медвежьей модели или свечи. Например, дожи или завесы из темных облаков. Если в модели Три горы самой высокой является средняя вершина, то говорят об особой разновидности модели в вершине Три Будды. Это название объясняется тем, что в буддийских храмах рядом с центральной и самой высокой скульптурой Будды по обе стороны от нее располагаются маленькие Будды. На Западе такую модель, конечно, не могли назвать Три Будды, а назвали по-своему «Голова и плечи», хотя она использовалась в Японии за сотни лет до того, как стало известно в Америке. Любопытно, что и западными, и японскими аналитиками была выделена одна и та же модель. Это еще одно доказательство того, что рыночная психология не знает национальных различий, или, как гласит японская пословица, песни птицы везде одинаковы. Полной противоположностью вершины Три горы является основание Три реки. Эта модель появляется там, где рынок три раза подвергает проверке уровень минимальных цен. Сигнал разворота в основании подтверждается, когда цены превышают уровень промежуточных пиков данной модели. Аналогом западного основания, перевернутой «Голова и плечи» является перевернутая модель Три Будды. Как мы с вами убедились, большинство японских свечей — это модели разворота тенденции. Но это еще не все. Существует ряд моделей, которые являются индикаторами продолжения тенденции. Как говорят японцы, есть время продавать, время покупать и время отдыхать. Разумно, не правда ли? Большинство таких моделей продолжения сигнализируют о наступлении перерыва, передышке в развитии рынка перед возобновлением прежней тенденции. Мы раньше уже рассказывали о понятии ценового разрыва — ГЭПа. Японцы называют его «окном». Окно — это ценовой разрыв между экстремальными значениями цены текущей свечи и предшествующей свечи. Здесь показано открытое окно превосходящей тенденции. Ценовой разрыв образовался между верхней тенью предшествующей свечи и нижней тенью данной свечи. Далее показано окно при нисходящей тенденции. Между нижней тенью предшествующей свечи и верхней тенью текущей свечи не зафиксировано никакого движения цен. Японские аналитики утверждают, что играть следует в направлении, указанном окном. Окна также становятся областями поддержки и сопротивления. Ну, например, окно превосходящей тенденции — сигнал дальнейшего подъема цены. При корректирующих спадах такое окно должно оказать поддержку ценам. Если в результате корректирующего спада окно закрывается и давление продавцов сохраняется, то предшествующая восходящая тенденция считается «закончим». Окно при нисходящей тенденции сигнализирует о дальнейшем понижении цены. Любые корректирующие повышения цены будут встречать сопротивление на этом уровне. Если окно закрывается, а рост цен, в результате которого оно закрылось, продолжается, то нисходящей тенденции, как вы понимаете, пришел конец. Согласно основным положениям традиционного японского анализа свечей, в ходе коррекции цены возвращаются к окну. То есть проверка ценами уровня открытого окна весьма и весьма вероятна. Делаем вывод, что превосходящие тенденции откаты цен к окну можно использовать в качестве области покупки. Если давление продавцов не ослабевает и после закрытия окна, следует закрыть длинные, а возможно даже открыть короткие позиции. Если окно появилось на нисходящей тенденции, стратегия должна быть прямо противоположной. Помните, что интерпретация любого графика всегда в достаточной степени субъективна. В техническом анализе все определяется опытом аналитика. Здесь не существует строгих правил, есть лишь общие принципы интерпретации. И помните, рынок всегда прав. Японская поговорка «Осторожность не помешает», только подтвердит вам важность защитных стоп-приказов. Навсегда запомните две истины. Все долгосрочные тенденции начинаются с краткосрочных движений. На рынке нет места мечтам. Рынок идет своим путем, невзирая на вас или вашу позицию. Рынку все равно, есть у вас позиция или нет. Люди не любят признавать свою неправоту, ибо это затрагивает их самолюбие и престиж. Но хороший трейдер должен мыслить гибко и быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Есть такая пословица «Налови мне рыбы, и я буду сыт сегодня». А научи меня ловить рыбу, так я буду сыт до конца жизни. Надеюсь, вы получили азы рыбной ловли на рынке. Теперь все зависит только от вас. Станете ли вы рыбаком с одной единственной удочкой, на которую никогда не клюнет крупная рыба, или будете вытаскивать свое богатство сетями? Овладев основами японского технического анализа, вы сможете открыть для себя новые заманчивые перспективы. Поверьте, эта игра действительно стоит свеч, ведь именно свечи с их многовековой историей не знают себе равных по эффективности применения. Рецепт успеха прост. Нужно открыть глаза, напрячь голову и много-много работать. В Японии, например, начинающий трейдер вычерчивает сотни свечей, потому что знает, что только долгая и упорная практика поможет ему обратить их могущество себе на пользу. Так пусть и вам, дорогие друзья, японские свечи всегда освещают путь к успеху. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok